Всем привет, народ! Что там, новый выпуск на канале? Фил Хит и Арнольд Шварценеггер оба по 7 раз побеждали на Олимпии, но при этом это разные эпохи, разные судьбы, пожалуй, что несопоставимы по масштабам личности, и при этом, как говорят на Западе, между ними вроде как был конфликт. Я с этим утверждением не согласен. Хит и правда бросался громкими фразами, но это нормальная для него история, а Арнольду какие-то конфликтные ситуации в его-то возрасте и статусе сроду не нужны. Но при этом отношения между двумя семикратными чемпионами турнира Мистер Олимпии, правда, очень необычные, и сегодня мы их разберем. Началась вся история между Хитом и Арни после монолога последнего, в котором тот разнес всех пузатых бодибилдеров, на чем только свет стоит, причем многие тогда покосились в том числе на Винклара, Джексона и Хита. Фил ответил прямо и нагло, как умеет, что, мол, Арни далеко не первый, кто поднял эту тему, что, мол, они, Хит и Джим Мэннин, глава NPC, об этом уже сто лет, как говорили, и Арнольд не открыл Америку, просто за счет его статуса и медийности такая вот шумиха поднялась и только. Плюс, мол, если не нравится, как выглядят определенные атлеты, которые еще и побеждают на твоих турнирах, так просто не приглашай их, делов-то. Ну а насчет собственного выступления на Арнольду Классика, я напомню, что Фила Хита не было на турнирах Арнольда с 2013 года, когда он очень спорно победил у Кая Грина, это вообще отдельная история. Хит ответил, что на кой оно мне нужно, если на Арнольд Классик призовые гораздо меньше, чем на Олимпии. Вот вы же не будете на своей работе к одному проекту готовиться за полную ставку, а к другому только за половину. Ну и, конечно, фраза о том, что у Шварценеггера может и была лучше талия, вакуум, все дела, эстетика золотой эры, конечно, и все такое, но ног-то у него не было, но вернее как, были по-своему развиты, но не чета бодибилдингу, который сейчас. Не чета новой эры культуризма, которая, по мнению Хита, и является настоящим пиком развития тела. Не 70-е, 80-е и не 90-е, а именно сейчас. Вот примерно такой посыл, который после обсуждали в мире культуризма. Арнольд, как говорят, не особо оценил полемику Хита, но развивать словесные баталии не стал. Не солидно, да и ни к чему, к тому же тогдашнего мистера Олимпия и так осудили все подряд. А вот сам Фил спустя время, уже в этом году, после своего поражения на Олимпии и уже не в статусе чемпиона этого турнира, прояснил свои отношения с Арнольдом, а также то, как он в принципе воспринял свою конкуренцию с другими бодибилдерами на Олимпии. Слушайте, я фанат видеоигр и хочу провести аналогию с ними. Если вспомните игры, то там вы стартуете с начального уровня и после, чтобы добраться до вершины, до финала, вам нужно пройти несколько героев, ну, соперников, боссов. Вот именно так я и стал рассуждать на определенном этапе. Для меня это уже не было просто соревнованием. Я рассуждал так, кто побеждал на Олимпии единожды, ну, скажем, Декстер Джексон и Крис Диккерсон, да? Ладно, а кто дважды, кто три раза, кто четыре, пять, шесть, семь и, наконец, восемь титулов, это уже как финальный уровень, как финальный босс. И вот так каждый год. Сначала у меня было два титула, после три, окей, я сравнялся с Серджио Лива, потом уже четыре победы, я догнал Катлера, потом подкалывал его на этот счет, мы с ним тогда настолько повздорили на этот счет, что даже не разговаривали. Серьезно, и такое было. А после пять титулов, шесть, и вот я уже поравнялся с Дорианом Йейтсом. И после я задумался. Ммм, следующий уровень, это тот самый атлет по прозвищу Австрийский Дуб, Арнольд Шварценеггер. Да, я уже вижу его на этом уровне, я на подходе. И вот помню, то был 2017 год, я готовился к Олимпии, был на выставке Арнольда, на своем стенде. Мы с ним встретились, обменялись приветствиями, и я к нему обратился, мол, мне есть что сказать. И знаете, вот у нас с ним очень интересные отношения, мы общаемся не как обычно. Вот у вас такое бывало, что вы вот встречали кого-то, кто вам не враг, нет, и может даже не прямой соперник, но у вас есть какие-то общие темы, такие вот точки соприкосновения, да, может быть какого-то конфликта. И вот вы стоите в одной комнате, пожимаете друг другу руки, ни слова при этом не говорите, но между вами, тем не менее, происходит диалог, вот прямо как в Шерлоке Холмсе, где у Роберта Дауни-младшего была сцена драки, и вот он обращался к сопернику, какие удары нанесет, а тот делал то же самое, и все это мысленно. Его преимущество, моя травма. Мое преимущество, его гнев. Перестаньте. Думаете, вы единственный, кто может играть в эту игру? Вот именно так же и мы с Арнольдом. Привет, Фил. Привет, Арнольд. Как сам? Ну, нормально, вот, сравняюсь с тобой в этом году, и форма будет гораздо лучше твоей. Да не выиграешь ты, потому что выглядишь ты хреново. Ну и дальше в том же духе. Но знаете, при этом я отдаю должное легенде. В наше время это не так часто встретишь. Многие забывают, с чего и с кого все начиналось, и не проявляют должного уважения. Так что можешь как угодно стремиться к успеху, но нужно уважать других. Я так и сказал, я на вашей выставке представляю свою компанию, свой бренд, но я хочу сказать, для меня будет честью сравняться с вами и тоже взять 7 титулов на Олимпии. И я буду рвать жило в зале, чтобы это произошло. И в тот момент он вот так внимательно посмотрел на меня. Напомню, что у нас с ним странные, чрезвычайно необычные отношения. Так вот он посмотрел на меня и понял, что я не просто так это сказал, это не слова на ветер, не дерьмо, не формальные фразы. Он так отклонился слегка, после обнял меня и как-то вот так потряс за плечи. И он не мог при этом добавить, да, я знаю, ты сделаешь это, потому что за его спиной стоял Декстер Джексон, который тоже был мистером Олимпии, Арнольд не хотел его обилить. Так что он просто кивнул. Такое вот интересное мнение Фила, друзья. И в этом же 2019 году на турнире в Огайо уже Арнольд, на вопрос, стоит ли Филу возвращаться или же поезд уже ушел, отметил, что только Хит знает, каково ему на самом деле, что с его здоровьем и только Филу судить, как поступать дальше, возвращаться в этом году или после. Но при этом Шварценеггер обозначил, никто в прошлые годы не мог сравняться с Филом, когда тот был на максимуме своей формы. А в 2018, ну понятно же, что были проблемы, но при этом кто угодно из атлетов подтвердит, что практически невозможно демонстрировать максимум на каждом турнире, каждый год. На Олимпе очень высокая конкуренция, говорит Арнольд. Его соперники воспользовались его осечкой, но Фил должен вернуться. Должен тренироваться, как никогда раньше, и позировать тоже. Два часа позирования в день обеспечат существенный прогресс на любом уровне. Ну а если добавить еще и час на отработку вакуума, эффекты вовсе не заставит себя ждать. Я бы поступил так, сказал Арнольд. На месте Хита я бы вернулся. Далее цитата. Ты, Фил, настоящая мотивация для всех нас, для меня и для миллионов фанатов по всему миру. Как ты поступишь дальше, это только твое дело, но очевидно, что ты должен вернуться на Олимпию как к себе домой и все там вычесть. Ну и как вариант, я бы порекомендовал тебе выступить на одном из турниров Арнольд Классик в качестве разминки. Вот такая вот история народа о признанной легенде, об Арнольде Шварцнегере и об очень спорной, неоднозначной личности, и тем не менее семикратном, как и Арнольд Мистер Олимпия Фили Хити, в этом выпуске нам однозначно есть что обсудить. То есть это острая полемика Фила, прав он или нет, определенная позиция насчет всего этого Арнольда, вот эта вот конфликтная ситуация, эта ментальная борьба, которую или придумал сам себе Хит, или которая на самом деле существует, стоит ли Хиту в принципе возвращаться и выступать на том же Арнольд Классик. В общем, друзья, кто что думает, делитесь мыслями в комментариях, потому что однозначно есть что обсудить. Что еще? К слову, Шварцнегер в этом году, 4 октября, будет в России, в Санкт-Петербург приедет Арнольд Шварцнегер и станет гостем одного из крупных бизнес-форумов. Какого именно я говорить не буду, потому что, ну, чего я им, собственно, буду делать бесплатную рекламу, но это мероприятие легко загуглить, 4 октября, Санкт-Петербург. В принципе, я не уверен, что Шварцнегер в рамках этого форума скажет что-то, чего не говорил раньше, скорее всего, это будут какие-то мотивационные моменты, может быть, что-то по бизнесу действительно и так далее, по взаимодействию стран и все прочее. Я сомневаюсь, что будет какой-то доступ фанатов к легенде и так далее, как вот он в Киев приезжал, он был гостем бизнес-форума, точно так же никто с ним особо сфотографироваться, кроме участников этого форума, причем VIP-участников не смог. Тем не менее, до осени еще достаточно времени, может быть, какие-то еще мероприятия с Арни пройдут в Санкт-Петербурге, а может и не только в нем, так что давайте следить за развитием событий, ну и в конце концов, может быть, кому-то просто будет интересно посмотреть живое на Арнольда, тогда даже в качестве участника форума это легко можно будет сделать. Ну и немного о прочих проектах. Не так давно у меня был выпуск, в котором я рассказывал шуточный, конечно, рецепт, но все равно рецепт протеинного коктейля от Арнольда, куда он отщедра вливал шнапс. Тогда же, в том же выпуске, я объявлял конкурс на 1000 рублей, и победитель, собственно, по этим скринам, вы видите, свой приз получил. Кроме того, сбор денег для Ярослава Радашкевича, который я объявил в прошлом своем выпуске. Худшая травма продолжается. Друзья, большое спасибо всем, кто откликнулся. Деньги продолжают поступать Ярославу. Совсем скоро я расскажу, сколько удалось собрать, как это повлияет на темпы его восстановления. Но самое главное, тут на самом деле дело даже не в конкретном примере, не в конкретном парне и не в его травме, что вот его предъявило штангой, а в том, что мы начинаем постепенно делать определенные вещи, которые могут влиять на реальных людей. Это польза, и большое спасибо всем, кто помогает мне в этом. Ну и буквально на днях я слетал в Латвию, в Ригу, где прожил последние годы своей жизни Константин Константинов. Да почему только последние? Он долгое время там жил, тренировался и побывал в зале, где он тренировался. Побывал непосредственно в месте, где он умер, где развеян его прах. Кроме того, пообщался с людьми, которые очень хорошо знали Константина, которые знают какие-то мельчайшие детали его жизни, которые знают подробности его смерти. И в принципе я услышал очень много нового в Латвии. И таким образом съемки, съемки для документального материала о Константине Константинове продолжаются. Еще несколько съемочных моментов будет. Я рассчитываю скоро закончить после монтаж, и уже затем этот материал появится на канале. Да, я знаю, что процесс занял больше времени, чем планировалось. Знаю, что многие уже пишут в комментариях, что тема не актуальна. И я такой думаю, что? Как это возможно? Да, человек умер, прошло некоторое время, но как это может быть актуально или нет? Для памяти нет вообще понятия актуальности. Так что я думаю, что многие адекватные зрители моего проекта понимают, о чем я. Ну и, собственно, работа продолжается, друзья. Спасибо, кто смотрел этот выпуск. Как всегда, лайки, комментарии, подписка на канал. Это джентльменский набор каждого, кто хочет помочь в развитии моего проекта. Он неизменный. Так что еще спасибо, что смотрели. С вами был Андрей Луценко. Это проект G.O.B. Channel. Не прощаюсь.